Мокрый нос, пушистый хвост и бесконечное желание обрести хозяина. В Химках прошла ежегодная выставка животных, где четвероногие обрели новый дом. Здесь нет породистых кошек и собак, зато характер у каждого питомца золотой. Семилетняя Ами сегодня стала частью семьи Виноградовых. Молодая пара приехала за собакой из Москвы. Приехали сегодня, с вами все равно, что говорили, что вот следующее будет в Химках. К дату, адрес, мы приехали сейчас, вышли, увидели Ами, и где-то все, минут 20, все. Этого очаровательного кота вечером ждет знакомство с другими животными. Все потому, что у Анастасии уже есть кошка и собака. Пройти мимо еще одних зеленых глаз девушка не смогла. Мы увидели малыша, да, это мальчик. И мы еще потом ушли, прогулялись, подумали и вернулись, поняли, что все-таки он мне очень нравится, и это наш кот. Бояться возрастных животных не надо. Наоборот, они будут ценить любовь хозяев еще сильнее. А дрессировке взрослые собаки поддаются так же легко, как и щенки. Нужно лишь немного терпения. Я занимаюсь лет 7 дрессировкой профессионально. И понимаю, что это решает очень многие проблемы. Если люди не занимаются с собаками, собаки тогда скучают просто. А скука делает плохие вещи. Мы грызем, мы орем, да, мы там убегаем от своих хозяев, с которыми неинтересно. Очень многие хозяев же скучные. Для гиперактивных собак придумали специальные умные игрушки. Например, как у Аси. Она сейчас занимается на нюхательном коврике. Этот коврик помогает Аси развивать нюх, концентрировать внимание, но и заодно отдохнуть после тренировок. Причем отдохнуть с пользой. Не остались в стороне и спортсмены городского округа. Химкинские баскетболисты подарили приютам больше 70 килограммов корма. Сегодня действует такая замечательная акция. И я не смог не помочь собакам, потому что у меня самого французский бульдог из приюта. И зная, с чем сталкиваются такие приюты, как им тяжело, решил все-таки помочь. Приюты рады любой помощи. Вы можете погулять с собакой или поиграть с кошкой. Больше всего бездомным животным не хватает общения. Зайк ты, зайк. Новый дом обрели 10 собак и 3 кошки. Остальные питомцы вернулись в приюты, волонтерские центры или на передержке. Животные все еще ищут себе хозяев. Возможно, найдут уже этой осенью, когда в Химков вновь пройдет выставка пристройства бездомных животных. Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, Служба новостей.